Работы по созданию БМП-3 начались еще в начале 80-х. Перед разработчиками была поставлена сложнейшая задача – сконструировать единую боевую машину для морской пехоты, сухопутных и воздушно-десантных войск. БМП-3 должна была обладать всеми лучшими качествами своих предшественниц. В 1986 году БМП-3 начала поступать на вооружение Советской Армии. Уже после первых маневров и стрельб стало очевидно, что конструкторам удалось создать действительно нечто уникальное. В отличие от своих стальных предшественников, корпус у БМП-3 изготовлен из алюминиевых сплавов. Моторно-трансмиссионное отделение расположено не в носовой части, как ранее, а в корме, по-танковому. По компоновке БМП-3 напоминает боевые машины десанта БМД-1 и БМД-2. Механик-водитель располагается в центре отделения управления. Рядом с ним два десантника. За ними, в боевом отделении, в башне, находится оператор-наводчик и командир. В десантном, на складных сиденьях, пять стрелков. Их высадка производится через двери в корме, что наиболее безопасно в бою. По мощности вооружения БМП-3 не имеет конкурентов среди машин своего типа. На тройке установлены сразу две пушки. Боекомплект 100-мм орудия пусковой установки состоит из 40 снарядов и 8 ракет. Скорострельного 30-мм из 500 выстрелов. Кроме обычного спаренного пулемета, установленного в башне вместе с основным оружием, есть еще два, расположенные в корпусе. Пулеметы оборудованы специально разработанными для этой машины волоконно-оптическими прицелами. Двигатель БМП-3 – многотопливный дизель. Можно использовать также и высокооктановый бензин и авиационный керосин. Кормовые баки, характерные для предыдущих машин, исчезли из задних дверей. Тройка может одинаково успешно действовать практически во всех климатических зонах, в том числе и в горах. Машина делалась и разрабатывалась под определенную доктрину, тогда наступательную. Она приспособлена вести бой на зараженной местности в течение двух суток без выхода экипажа и обеспечения всех, так сказать, возможностей там существования и жизни. В ней даже есть туалет. Это машина для, ну, стратегического маневра. Представляете, эта машина может двое суток, например, она сделана на два суворовских перехода от Урала до Ла-Манша, или на три. Запас хода у нее хватает, ресурсы, все вот такой, бросок. Полный боевой вес машины – 18 тонн. Она способна вести 10 человек десанта и тонну боекомплекта. При этом передвигаться по суше со скоростью до 70 километров, а по воде – до 10 километров в час. В середине 90-х годов БМП-3 начали активно модернизировать. В первую очередь это касалось повышения ее защищенности и маневренности. Было разработано несколько вариантов модификации на все случаи жизни. Самая современная версия – БМП-3М. Усиленная броня теперь способна выдержать попадание малокалиберных снарядов. Вес машины увеличился, но подвижность не ухудшилась, благодаря более мощному двигателю. Мы подняли мощность дизеля на 30%. Подняли защищенность машины, особенно от ракет всех классов. Легких, конечно, ракет, управляемых. Мы разработали несколько систем защиты. Комплекс типа «Арена», который может обеспечивать защиту от управляемых и неуправляемых ракет всех классов. Комплекс «Штора», который обеспечивает защиту от управляемых и неуправляемых ракет путем постановки или оптических помех, электронных помех. А также комплекс, будем так говорить, пассивной динамической защиты «Реактивная броня», который предназначен для защиты от ручных гранатометов. Вот прошли такие разработки, и такие машины находятся на испытаниях на полигонах российской армии. Начиная с 1992 года, БМП-3 начали активно продвигать на международном рынке вооружений. В острой конкурентной борьбе эта машина доказала, что по основным характеристикам равных ей в мире сегодня немного. Есть аналогичные машины. Это «Брэдли» американская, «Мардер», значит, потом «Севи-90» шведская. Это машины того же класса примерно, но они тяжелее. Они 24 тонны. Они, надо сказать, в связи вот этот вес им отдан на броневую баллистическую защиту, но они не плавают. Они несут меньший боекомплект в составе, значит, этих войск Кувейта. Она участвовала в маневрах с американскими «Брэдли», с «Абрамсами». И не было остановок БМП-3 на маршах или где-нибудь, а американские танки были. Она всегда возвращалась своим ходом и в полном составе. На сегодняшний день крупные партии БМП-3 закупили Кипр, Кувейт, Южная Корея и Объединенные Арабские Эмираты. Конструкция БМП-3 настолько удачна, что возможности ее модификации просто огромны. В своем классе эта машина действительно лучшая. По оценкам специалистов, запаса прочности конструкции БМП-3 хватит как минимум еще на десятилетие. КОНЕЦ